Татьяна, вы на месте? Да, да. У нас с вами не так много времени, поэтому давайте немножко уплотнимся. Скажите мне, пожалуйста, как вы относитесь к жиру, к маслам? Не очень хорошо. Если сильно жирная пища, меня тошнит потом. Ага, понятно. Значит, начинает тошнить больше после животного жира или растительного? Нет, после животного. Понятно. Будьте добры, пожалуйста, значит, вот такую вот головку чеснока, вот, если видите, да, крупная? Я ушла, но я поняла, большая, наверное, да? Да. И такая же большая головка лука. Так. Значит, чеснок от наружной кожуры очистить, внутреннюю оставить на зубцах. Лук, ну, те слои, которые верхние, снять, внутренние можно оставить. Лук покрошить сильно, а чеснок прямо с этой кожурой, вот этой плотной на зубчиках, да продавить как следует. Подогреть масло, любое растительное, лучше, если это самое льняное. Какое? Значит, оно продаётся прямо порцией 250 грамм, по-моему, это самое аптечное льняное масло. Значит, подогреть до 40 градусов и залить чеснок и лук, вот эти продавленные, на 10 дней. Прикрыть, как следует, плотно закрыть. И ещё закрыть обязательно вот чёрной какой-нибудь тканью, чтобы не проникал туда свет, хорошо? Да. И на 10 дней. Так, я запишу. И всё время так периодически, ну, там, периодически так пробалтывать его, да, промешивать, не открывая. Не открывая? Не открывая. Хорошо. Ну, то есть, вот, переворачивать как угодно, вот так. Через 10 дней, пожалуйста, открыть, отсидить. Тот чеснок, у которого лук останется, его надо выкинуть. А вот масло использовать по чайной ложке за 20 минут до еды. Подогревать обязательно до 40 градусов. Выше не надо, с тем, чтобы не изуродовать самого масла. Важно, чтобы, так сказать, погубить плесневый грибок. До 40, ну, в микроволновке можно, да? Да, можно, наверное. Ага. Значит, каток довольно много и на луке, и на чесноке. Такое добро есть, к сожалению, великому. Хорошо. Вот, это очень хорошая добавка вам будет для печени, для кишечника и с точки зрения восстановления нормального биоценоза, то есть, патогенной микрофлоры, особенно кишечника. Я поняла. Ну, и будет помогать с точки зрения заживления. Всё, поняла. Так, теперь, пожалуйста. Значит, если у вас вода хлорированная... Да. Значит, обязательно подогревайте её, питьевую, я имею в виду, для питья, обязательно подогревайте её, так, градусов до 40, тоже не больше, до 40, с тем, чтобы, так сказать, усилить выброс, сброс хлора. Угу. Да? Да. Вот это. И уже после этого, пожалуйста, пейте эту воду. Я поняла. Отдельно, хорошо? Конечно, поняла. Теперь, пожалуйста, значит, есть такая трава, называется солянка холмовая. У вас она есть. Как? Ещё раз. Солянка холмовая. Солянка холмовая. Да. Она у вас есть в кемеровских аптеках. Угу. Значит, солянка холмовая. Три раза в день полуторная доза. В день полуторная доза. Три раза в день по... Да, там, значит, вы должны... Там столовая ложка, по-моему, на стакан. Мы делаем так. Столовая ложка в термос. Заливается стаканом горячей воды. Ну, где-то в пределах 40 градусов. Опять тех же самых. С тем, чтобы нам не подвергать температурному расщеплению, температурному воздействию белковую структуру, которая есть в этой самой солянке холмовой. И оставляем на ночь в термосе. Так. А утром отсидеть, вот это вы и употребляете. Но только вы должны класть не одну столовую ложку, а полторы. Так. И три раза в день во что бы то ни стало. Пожалуйста, между едой. Между едой? А как же с водой быть? Можно смешивать? Да, конечно. Можно. А ещё вопрос. Анатолий Фимович, а вот то, что масло по одной чайной ложке за 20 минут до еды, это сколько раз в день? Три. Три раза в день? Да. И это три раза в день между едой? Да. То есть всё это можно смешать? Нет, знаете, какая штука? Вот масло, пожалуйста, не надо смешивать с солянкой. У них совершенно разные две задачи. Лучше распределить. Потому что солянку холмовую, вот чай из солянки холмовой, то, о чём мы с вами говорили, он может использоваться просто вместо еды. Понятно? Да, понятно. Он в достаточной степени активен. Хорошо. Но может использоваться вместо еды. Это хороший детоксикант печени и поджелудочной железы. Хорошо. И восстановление тройного обогревателя. Ну и ко всему прочему, так, ещё одна трава, которая вам тоже нужна. Понимаете, вы будете столько трав пить, что есть некогда будет. Ещё петрушка. Петрушка. И тоже три раза в день. Вот здесь будет сложность. В чём? Сложность в том, что как растащить солянку холмовую и петрушку. И как? Ну вот посмотрите, пожалуйста, по вашему распорядку. И петрушка тоже нужна, ну хотя бы два раза в день. А можно сначала одно пропить? Сколько дней вообще-то? Нет, нет, нет. Тут очень важно. Вам объясню почему. Потому что мне так кажется, мне так кажется, потому что я, как бы так сказать, ну не видел ни ваших там анализов, ничего. Но мне так кажется, что проблема у вас по реке Вегу где-то четвёртая, пятая стадия зашлакованности организма. И относиться к такому роду процессам зашлакованности надо относиться серьёзно, по одной простой причине. Понимаете, наконец и сегодня современная медицина наконец обратила внимание на интоксикацию человеческого организма с точки зрения эндотоксинов. Своих собственных токсинов, шлаков, которые он вырабатывает. Я уж не говорю о том, что вы живёте в Кемеровской области, там в самом воздухе огромное количество токсинов, которые нам мешают жить. В том числе и очень серьёзно действующие на центральную нервную систему. Не понимаете? Да, конечно, понимаю. Вот чем вся штука. А петрушку можно сухую? Можно. Сухую три раза в день. Да, 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 чайная ложка на стакан. Так, чайная ложка на стакан. Ну, хотя бы две чайных ложки надо выпивать месяц. Всё, месяц. Месяц, так, всё. Так, теперь, значит, вот какая вещь. Теперь основной момент, основной. И вот как нам тут с вами... Вы очень хорошо для себя вот составьте эту схему, ладно? Сами составьте схему приёма вот чего. Пожалуйста, три раза в день. Обязательно. Не смешивая ни в коем случае с едой. И постараться так, чтобы ни петрушку, ни солянку этот препарат не занимал. Сорбент любой. Энтерос, гель, смекта. Всё, включая активирный уголь. Всё, что хотите. Активирный уголь не советую, потому что у вас не очень работающий кишечник. Он у меня хорошо работает. Ну и слава богу тогда, чтобы запоров не было. Так, смекта. Ну, я остановлюсь на смекте. Пожалуйста. Три раза в день полуторная доза. Ой, нет, 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 нет. Извините, это я перебрал для вас. Одна доза. Но три раза в день, 10 дней подряд. 10 дней, 10 дней. Только 10 дней. Хорошо. А пакетик маленький разделить на три раза, да? Нет. Три пакетик. Каждый приём пакет. Так, поняла. Один пакет на приём. Ну, что тогда? Да, значит, и получается, вы должны сделать так, где за месяц раз 10 дней, потом на 10 дней прерваться, и ещё раз 10 дней. Ага, 10 дней, потом перерыв, и ещё 10 дней. Да. И ещё 10 дней. Значит, что нам нужно? Солянка холмовая и то, что мы делаем с вами, нужен для помощи нашей печени поджелудочной, вот тройному обогревателю, этому самому, такой детектикант. Не в том смысле, что это ассорбент, а он помогает печени восстановиться, сбросить лишнюю нагрузку, которую она накопила. Да, очень хорошо помогает при жировой дистрофии печени, что, так сказать, в вашей ситуации вполне-вполне возможно. Во-вторых, солянка холмовая помогает нам в силу того, что она хорошо регулирует жировые отношения в организме, помогает нам немножко, помогает нам восстановить стенку сосудов. Стенку сосудов, непроходимость, стенку сосудов. Масло луково-чесночное – это препарат, который нам нужен для того, чтобы, ну, немножко поработать с такими, с довольно мощными антиоксидантными комплексами. Потому что это и антиоксиданты, и противосклеротические возможности есть у этого самого масла. Тем более, что масло это нужно, я, так сказать, вот, насколько слышу вас, есть некоторые затруднения с точки зрения дыхания. Есть какие-то проблемы с лёгкими. Ну, так-то особо нету. Токсические. Просто, может, из-за лишнего веса такое? Может быть, да, может быть. Но, по крайней мере, масло в этом вам будет помогать, понятно? Хорошо, хорошо. А с хондрозом, спинам болит. Да, вы знаете, что не надо на него обращать внимание. Я сейчас показываю. Я на самом деле говорю. Потому что это проблемы всех процессов расшлаковки, очищения организма. А пятка шпорочная? Это всё то же самое. Ну, вы можете пяточные шпоры воспользоваться отваром корня лопуха. Отвар корня лопуха. Приготовить, в нём намочить носки обыкновенные ХБ, да, тонкие носки ХБ, одеть на ночь прямо влажными, намоченными в этом отваре. И дальше две-три пары прямо толстых шерстяных носков. Прямо поверх этих вот влажных, в отваре корня лопуха. И так неделю. Неделю. Неделю, 10 дней. Думаю, что проблемы с пяточными шпорами у вас практически уйдут. Хорошо. Но ситуация у вас, простите, ради бога, не меняется, да, в организме. Они могут начать образовываться дальше, там, через две-три недельки снова будут возникать. Поэтому нам надо вот этот месяц, всё, что я вам сказал, как следует проработать, как следует. Сейчас не надо беспокоиться ни о весе, ни об этом. Единственное, если вы живёте в нормальной городской квартире, пожалуйста, значит, солевые ванны. Хорошо. Комфортные солевые ванны. Полтора килограмма соли и 5-7 капель йода на ванну. Так, 5-7 капель йода. Да, не менять температуру, ничего, просто комфортное, тёплое, приятное для вас. А потом смывать, ополаскивать душу? Не надо. Не надо, да? Нет. Всё, поняла. Как вышли из ванны, спокойно коделись, и можно спокойно укладываться в постель. Будете замечательно спать. Спасибо. Это очень важно. Анастас Ильич, ещё можно один буквально вопросик? Очень мало времени, имейте в виду. Быстренько. Пожалуйста, 16 лет, ребёнку, девочка, постоянно красные сосуды в глазках. Проверяли окулисты, всё нормально. Рыбий жир. Рыбий жир пить? Да. А у неё гемоглобин 150, это немножко высоковатый. Ой, мамочки мои, да, это... Чё, чё, нормально? Ну, нет, это ненормально. Вот. Это ненормально. Хотя... 16 лет ребёнку. Ну, глаза постоянно красные, постоянно сосуды, утром особенно. Вы знаете, что, вот соляночку холмовую я бы ей посоветовал бы, соляночку холмовую и рыбий жир, пока. Точно так же, как мне? Да, так же, как вам. И рыбий жир. А рыбий жир, поскольку много? Да, три раза в день, по пять штучек мелких капсул. Ага, по пять штучек. А если большие капсулы, то две. Хорошо, а гемоглобином что нам делать с таким высоким? А вы знаете, какая штука? Тут даже не могу вам сейчас так вот сказать, потому что надо разбираться. Я боюсь, что я просто не успею. Давайте я вам на следующий эфир позвоню. Пожалуйста, пожалуйста, попробуйте. Ну, всё, спасибо большое вам. Хорошо, всего доброго. До свидания. До свидания. Я немножко оторопился разговаривать с Татьяной, потому что я знаю, что там есть ещё один звонок, и человек ждёт. Алло, я слушаю. Алло. Понятно, не дождался. Я вот почему, Татьяне, вот то, о чём я сейчас буду говорить, наверное, очень важно. Я никогда об этом не говорил. Чаще всего я говорю вам о том, что педиатрия – это не моя специальность. Педиатрия – это специальность всё-таки особая, да, формирование детского организма, и, так сказать, переход его во взрослое состояние. Понимаете, это очень-очень серьёзно. 16 лет – это уже, как бы, так сказать, человечек перешёл этот барьер, он уже переходит во взрослое состояние. Вот переходный период. И в этот переходный период многое чего меняется. Меняется гормональный состав, меняется метаболизм, обменные процессы меняются. Понимаете, так сказать, метаболизм – это штука чрезвычайно серьёзная. И очень важно в этот момент знать вообще, что и как происходит, какая нагрузка у человека, что этот человечек больше всего любит. Даже это, и то очень важно знать. И вот в это время как раз те же самые солевые ванны чрезвычайно важны, очень важен рыбий жир, рыбий жир чрезвычайно важен и для лёгких, и для тканей, и для кожи, и для общего формирования организма. Вот даже с точки зрения формирования гормонального статуса этого человека. Понимаете, потому что нас приучили к тому, что не есть жир, избегать сливочного масла, избегать животных жиров, растительное масло. Всё замечательно. Только при этом нам не говорят, что без нормального употребления жиров, скажем, почему я, так сказать, сконцентрировал немножко вот в своих советах в разговоре с Татьяной на масле, на жире, на сливочном масле и так далее. Понимаете, потому что без жира не может быть нормального производства гормонов наших, потому что жир – это исходное для производства гормонов. Понимаете, не могут работать нормальные лёгкие, не может быть переноса кислорода правильного, кислорода воздуха в кровь. Понимаете, и таким образом, как вам сказать, если этот перенос нормально осуществляется, то есть кислород поступает в кровь правильно, целенаправленно, в достаточном количестве, у нас нет с вами гипоксии. Нет гипоксии, у нас идут нормально процессы метаболизма, обменные процессы. А раз нормальные процессы, обменные процессы идут нормально, мы с вами живём правильно. Понимаете, у нас с вами энергии хватает на всё. Понимаете, и на то, чтобы жить, и на то, чтобы отдыхать. Потому что для отдыха нам тоже ведь энергия нужна. Понимаете, нам кажется, что тогда, когда мы с вами лежим или спим, у нас больше ничего и не происходит. Как раз в это время и происходит с максимальным напряжением та работа, которая сохраняет нас тогда, когда наш собственный организм, наш мозг приводит в порядок и борется с теми нарушениями, которые мы с вами заработали в течение вот этого активного периода бодрствования. Вот в чем вся штука, понимаете, вот для детей это особенно важно, потому что вот в этот период неустойчивости, поэтому тут надо очень хорошо и очень важно в это время соблюсти колораж питания, то есть питание не должно быть избыточным ни в коем случае. Ни в коем случае не должно быть избыточным, потому что именно в это время может начать формироваться то, что мы потом будем называть третьей, четвёртой, пятой, шестой степенью зашлакованности организма, интоксикации организма. Вот в чем вся штука, понимаете, вот для того, чтобы давать там какие-то рекомендации или советы по отношению к подростку, тут надо очень-очень хорошо в этой истории разобраться, что там происходит не так. Понимаете? Особенно это касается колоража. И особенно это касается работы печени, желудочно-кишечного тракта, сосудов. То есть вот той основы, которая будет, как вам сказать, будет держать этот организм, детский организм, вот взрослеющий организм, будет держать в силе и в упорстве и в хорошем состоянии, в отличном состоянии. Это очень важно. Понимаете? А мы как-то не обращаем на это внимания. Наша задача всё время накормить, напоить, одеть, обуть. А что там происходит с ребёнком, это... Ну, в лучшем случае мы начинаем лекции читать, как надо поступать, как не надо поступать. Зачастую травмируя ребёнка. Вот. А вот две основные вещи – это мораль. 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 Моральный статус человека и энергетический статус человека мы как-то упускаем из виду. Упускаем из виду. Понимаете? Мы лучше расскажем нашей дочери, как класть макияж со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами, но забудем рассказать о том, в чём вообще настоящая роль женщины. Понимаете? Очень часто мы, извините, ради бога, научим нашу дочь пользоваться кремами, которые начнут уродовать её кожу, её организм и косметикой. А то, что это происходит повсеместно, это известно. Я с ужасом смотрю на экраны телевизоров и вижу вот таких вот крох, которые как бы косметика, которая якобы им полезна. Чем она полезна, непонятно. Понимаете? Я всё время вспоминаю одну и ту же историю, которую знают все абсолютно. Просто надо почаще напоминать, что существовал такой праздник. Легенда такая существует. Это праздник золотого человека в Перу, когда во время празднования брали маленького ребёнка и покрывали его золотой краской. Это праздник золотого человека. И этот мальчик под этой золотой краской должен был находиться целый день, в сутки. Он проводил сутки и погибал, потому что он не мог дышать. Он терял силы настолько, что погибал. А все думали, что это счастье, не посланное Богом. Вот и сейчас короли косметики уже дошли до того, что уже трёх-четырёхлетних детишек уже покрывает Бог знает чем. Ладно, другой разговор. И никто вообще не думает, что каждый этот мазок на теле ребёнка или на лице ребёнка потом скажется, ой-ёй-ёй, как! Об этом никто и не думает. Думают о так называемой красоте, которая к красоте не имеет никакого отношения. Друзья мои, мы встречаемся с вами через неделю. Так сказать, я продолжу формировать программу. Пожалуйста. Ещё раз хочу вас поблагодарить за слова и поздравления в мой собственный адрес. И ещё раз говорю, ну, 70 лет, ну что же делать? Будем жить дальше. Будем смотреть, как быть. И насколько я смогу, буду помогать вам. Всего доброго. С Новым Годом!